Здравствуйте! На первом карагандинском новости в студии работает Гульнур Жакен. Жители Топара, Карабаса и Абая жалуются на работу междугороднего автобусного маршрута 122. Свыше 600 тысяч тенге перечислены за рубеж для финансирования террористической деятельности. В регионе начались отчеты Акимов районов. Жители Топара, Карабаса и Абая жалуются на работу междугороднего автобусного маршрута 122. Видимо, повышение цены на проезд в общественном транспорте подвигло карагандинцев обратить самое пристальное внимание на качество обслуживания. Наш корреспондент разбирался в проблеме. Хроника жалоб на автобусный маршрут 122 Топар, Караганда, длина и однообразна. 1 января прождали на остановке Карабас с 7 утра до 7 часов 55 минут. Мороз 34 градуса. Кондуктор ответил индифферентно. Работаем по графику. 3 января все то же самое. Мороз 33 градуса. За это время проехали 3 107 маршрута, 3 165 и по 2 127 и 121. И так далее. Бывает, что опаздывает автобус. Его не бывает. Но я часто езжу на дежурный автобус. Это в 9 часов вечера. Предыдущий автобус едет часов 7, наверное. В 8 часов нет автобуса. Бывает мороз. Я как-то стоял на остановке. Очень сильно замерз в это время. Температура внутри автобуса ненамного выше, чем на улице. 122-й набит битком. Кондуктор волнуется не за пассажиров, а за двери. Их могут поломать. Это не единичные случаи. Все усугубляется тем, что проезд на данном маршруте подняли со 120 до 180 тенге. Наверное, за вышеизложенные комфортные условия перевозки. Пассажиры очень хотят узнать, существуют ли вообще правила перевозок. Но хотелось бы увидеть их воочию и спросить, кто контролирует их исполнение. Могу ответить, что с января 2014 года в Казахстане утверждены новые стандарты автоперевозок пассажиров по междугородним маршрутам. Вот только их почему-то не афишируют. Сергей Высокосов, Габиден Курушпеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Областной суд не удовлетворил касационную жалобу Валерия Колесникова, защищающего интересы шахтеров-регресников, пострадавших на производстве. Судебное разбирательство прошло сегодня. На нем присутствовали и сами регресники. Подробности у нашего корреспондента. Напомним, что в конце прошлого месяца Валерий Колесников обратился в суд. Мужчина утверждал, что есть еще те регресники, которым не выплачивают деньги. Сегодня как раз прошло второе областное судебное разбирательство по этому делу. Валерий Колесников предоставил суду веские аргументы. Делали запросы и посредней заработной платы, предоставление справок и так далее. По этому вопросу мы сделали официальное заявление, чтобы Миттолстил в добровольном порядке выплатил человеку эти денежные средства. Просили, требовали, но по словам истцов ответа не последовало. Компания не делала мне ни перерасчет, ни выплату тех денег, утраченного заработка в полном объеме. Выслушав все аргументы истцов, областной суд вынес решение. Определение апелляционной судебной коллегии по гражданскому и административному делам Карминского областного суда от 8 октября 2013 года по данному делу оставили две изменения. Кассационную жалобу представителей Саландина Колесникова без удовлетворения. До свидания. Валерий Колесников с этим решением не согласен. По словам правозащитника бывших горняков, он доведет это дело до конца и добьется компенсации для шахтеров. Амина Смакова, Карат Рашидов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. В прошлом году был лишь один факт, когда гражданин вышел из-под стражи под залог. В этом году уже 7 случаев. Один из них, когда гражданин, совершивший разбой, вышел под залог квартиры. Карагандинцы, подозреваемые в совершении преступлений, не пользуются возможностью выйти из-под стражи под залог. К такому выводу пришли прокуроры. Они считают, что горожане либо не владеют информацией, либо у них просто нет финансовой возможности заплатить залог. Залог – это альтернатива аресту. Его может внести сам подозреваемый, либо любое физическое или юридическое лицо. В качестве залога могут выступать не только деньги, но и недвижимость, автотранспортные средства, ценные бумаги, драгоценные камни, золото, антиквариат, дорогие картины или любые другие предметы, представляющие культурную либо материальную ценность. Выйти под залог можно, если вы совершили преступление небольшой или средней тяжести. Размер залога колеблется от 300 минимальных расчетных показателей до 1000, что составит 1 852 тенге, в зависимости от тяжести совершенного преступления. Если гражданин освободился под залог, то он не имеет права выезжать из города, в котором живет. Залог впоследствии возвращается, если, конечно, подозреваемый не нарушил условия. В выходе под залог могут отказать, если человек ранее судим, плохо характеризуется по месту жительства или состоит на учете в наркологии, психиатрии. Свыше 600 тысяч тенге перечислены за рубеж для финансирования террористической деятельности. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Карагандинской области. В 2013 году органы финансовой полиции возбудили 81 уголовное дело в отношении последователей радикальных религиозных течений и причастных к ним лиц по фактам совершения экономических и финансовых преступлений. 50 уголовных дел переданы в суд. 16 января 2014 года сотрудниками Департамента финансовой полиции Карагандинской области было возбуждено подобное уголовное дело. Трое жителей области подозреваются в поддержке террористической организации. Ими за периоды с 2012 по 2013 годы была перечислена крупная сумма денег за рубеж. В настоящее время подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Уголовные дела расследуются. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Аким района имени Казбекби отчитался перед жителями центра города. В своем отчете Аким отметил проделанные работы за прошлый год и рассказал о планах на этот. Также местные жители, приглашенные на заседание, могли задавать соответствующие вопросы. В отчете Аким затронул такие темы, как отопление, ремонтные работы дворовых территорий. Большое внимание Рустам Кабжанов уделил именно программе благоустройства дворов. Как только очередь дошла до движения транспорта, приглашенные на собрание жители сразу засыпали Акима вопросами. Причем негодование звучало в голосе каждого человека. На этот вопрос негодующей женщины Аким ответил, что работа по вопросам, связанным с транспортами, уже идет и весьма большими темпами. Все вопросы, касающиеся проезда, все вопросы, касающиеся жалоб жителей относительно состояния подвижного состава, состояния работы водителей-кондукторов и всего, что касается этого вопроса, еженедельно рассматриваются. Помимо этой автобусной проблемы, жители затронули и другие темы – ремонт дорог, повышение проезда. Выслушав людей, Рустам Кабжанов заверил их, что все нормализуется. Я вас просто уверяю, можете мне, конечно, сейчас верить, можете мне сейчас не верить, но я думаю, что в ближайшее время вы увидите положительные стриги. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Жизнь людей в Октябрьском районе, шахтерской столице, стала еще лучше. Об этом говорил на встрече с жителями Пришахтинска Ержан-Тимирханов. Открываются новые производства и создаются рабочие места. И это еще не все положительные показатели экономического роста. Более подробно об этом в следующем сюжете. Аким Октябрьского района Ержан-Тимирханов на встрече с населением сказал, что в 2013 году общий объем промышленной продукции составил порядка 122 миллиардов тенге. В реальном секторе экономики создано 325 новых рабочих мест. На проектную мощность вышли пять производств. До 2016 года планируется запустить еще другие пять проектов. Поддержку предпринимателей по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» получили финансовую помощь 68 бизнесменов района. Для качественного прохождения отопительного сезона за счет бюджетных средств было заменено более 15 километров тепловых сетей. Завершены работы по реконструкции тепломагистрали М3, тем самым лучших теплоснабжений в регионе Майкудук. Кроме того, за счет бюджетных средств было строительство трассы М8, что улучшило теплоснабжение в Крышатинске. Длительное время на самом деле температура оставалась в квартирах в Мирсах и Маккаду. На сегодняшний день в первую очередь введена в эксплуатацию, и все позволило, я думаю, ощутить улучшение теплоснабжения. Для более качественного теплоснабжения в районе произведена замена 24 километров водопроводных сетей. Начато строительство нового магистрального водовода, который позволит снизить потерю воды и улучшить теплоснабжение. Для улучшения водоснабжения и сортировки на теплоснабжение, начато строительство внутриквартальных водоводных сетей. В Крышатинске для бесперепойной подачи воды на верхние этажи. Домогу удобно модернизация на собственной станции замена 13 на собственные бюлеры. Учитывая многочисленные жалобы жителей в текущем году, мы выделим из места на разработку проектно-смертной документации. Особое внимание в районе уделяется учреждениям образования, дошкольного воспитания и здравоохранения. Только на ремонт 11 школ было выделено около 113 миллионов тенге. Кроме того, проведена большая работа по благоустройству района. Это только часть того, что успели сделать. Многие планы и задачи, поставленные руководством района, будут реализованы в нынешнем году. Николай Кровецкий, Рат Рашитов, Бахтя Роспанов, Первый Карагандинский. Почетный шахтер Имран Газимеев уже празднует 80-летие города. Ведь горняки по праву могут считать его своим законным праздником. Подробности в следующем материале. Шахтер Имран Газимеев родился в семье горняков. Его отец и сестра добыли немало угля в свое время. Сам же Игран Газимеев более 20 лет посвятил себя нелегкому горняцкому труду. Сначала работал проходчиком, а потом уже бурильщиком. Что касается последней профессии, то она немаловажна. Ведь бурильщики обеспечивают безопасность тем, кто добывает уголь под землей. Служивали шахту, мы, наша буровая бригада, бурили деградационные скважины. Наша организация подчинялась Министерству угольных промышленностей СССР. А вот задача бурильщика, что входит? Что входит? Бурить в лаву, где движется комбайн. Была задача наша. После нашей пробуренной буровой скважины комбайн проходил, и ему это не мешало проходить газ. Газ-метан – это самое страшное оружие для шахтеров. За многолетнюю службу и тяжелый, но почетный труд шахтеров Имран Газимеев получил многочисленные награды и медаль, которые по сей день не забывают надевать на праздники День города и День шахтера. Считайте, шахта Ленина у меня. Вот это я заработал. Это шахтерские славы трех степеней, кавалер считается. А это, значит, ударник 9, 10, 11, 12 лет. А вот с этой стороны, с моей справы, это Орден Трудового Красного Знамени и отличник Министерства угольных промышленностей СССР. К 80-летию шахтерской столицы горняк Имран Газимеев готовится уже сейчас. Праздновать он будет его вместе со своей большой и дружной семьей за большим столом. Ведь День города – это День шахтеров. Амина Смакова, Олжас Габасов, Бахтеор Аспанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Работники прокуратуры города встретились со студентами и преподавателями Карагандинского государственного университета имени Букетова. Цель – обсудить послание главы государства и рассказать о главных принципах программного документа. За прошедший год было рассмотрено 13 тысяч правонарушений. Из них 6 тысяч административные. О том, что несоблюдение закона – дело наказуемое, говорится немало. Сотрудники прокуратуры уверены, чем чаще проводить профилактику мелких преступлений, тем больше молодые люди будут понимать и обдумывать свои проступки. Ведь столько благоразумная молодежь может дойти до единой цели. А это один из главных принципов послания главы государства. Последнее послание президента Республики Казахстана, также предыдущие послания, то есть требования главы государства, реализация требований государства по формированию и нетерпимости в обществе каждого правонарушения государства. Будущее суверенного государства в руках молодежи. И это не просто слова. В своем очередном послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение. Процветать Казахстан будет только тогда, когда людьми будет двигать неподдельное чувство патриотизма и любовь к своей стране. В общем, мы как студенты получили нужную информацию нам. Но и не только вопросы были связаны с посланием президента, но и связаны с законом, с правонарушениями. Как студент я бы хотел всем студентам пожелать удачи в учебе. Ну и спасибо сказать нашим прокурорам, чтобы почаще приходили в наш универ не только прокуроры, но и судьи. Подобные встречи сотрудники прокуратуры города Караганды планируют провести и в других учебных заведениях шахтерской столицы. 4 февраля во всем мире прошел день борьбы против рака. В Караганде по этому случаю состоялась пресс-конференция, организатором которой стал областной центр здорового образа жизни. Кстати, в этот день опытные онкологи-специалисты давали рекомендации по профилактике раковых заболеваний. Подробности в следующем материале. Во всем мире 4 февраля люди и врачи, победившие рак, и те, кто борется с ним, объединяются для того, чтобы совместно преодолевать и предотвращать эту страшную болезнь. На конференции как раз таки обсуждались причины появления данного заболевания и то, как нужно с ним бороться на ранних стадиях. Все люди подвержены риску заболевания. Опытные специалисты советуют, помимо правильного здорового образа жизни, меньше нервничать и держать себе только положительные эмоции. Это адекватно надо питание. Это надо будет хороший отдых людей, рациональность занять физическим спортом. Люди не ослабляют свое иммунное состояние. Иммунитет тоже роль играет для победы, допустим, раковыми клетками. Раком может заболеть каждый, молодой и старый, богатый и бедный. Болезнь объединяет всех. Главное помнить, что рак лучше предотвратить, нежели с ним бороться. А если и бороться, то лучше на ранних стадиях. Будьте здоровы! Амина Смаков, Бахтий Распанов, Первый Карагандинский. С 8 февраля в Караганде начинаются гастроли московского цирка на воде. Сейчас техники и артисты готовятся к выступлениям. Нашей съемочной группе удалось увидеть, как это происходит, и узнать, чем интересна привезенная программа. Бассейн 140 тонн. Заливается один раз, подогревается, фильтруется. Здесь и люди, здесь и животные. Сейчас! Подготовка к представлениям в самом разгаре. Сергей Волошин, художественный руководитель программы «Цирк на воде», исчезает, как по мановению волшебной палочки. Его мы все равно найдем. Для начала выясним самое интересное, какие животные будут изумлять искушенного карагандинского зрителя своими трюками. Это молодой шимпанзе, а есть еще и взрослые. Также дикобразы, еноты, барсуки, носухи, попугаи, крокодилы, змеи. Ну, в общем, много. Морские котики, да. В трупе 40 человек и 35 животных. Нам рассказали, что все артисты и животные, даже попугай, умеют плавать. Ведь интрига всех номеров закручивается вокруг воды. Да и представление называется «Сказочная лагуна». А Сергея Волошина мы все-таки поймали и остановили. Вода фильтруется, обогревается, заливается один раз и поддерживается живой организм. На это уходит порядка пяти суток подогрева. Здесь стоят три насоса, фонтаны, естественно, если это цирк на воде. Водный кран, сейчас его еще нет, монтируем, будет вода литься из-под купола цирка. В зависимости от высоты, ну, настолько будет и красивее. Ну, и, разумеется, сейчас ничем не удивишь. Это лазеры, это какие-то эффекты. Сергей Волошин очень скромно отозвался о зрелищном восприятии программы. Семиметровые фонтаны плюс световые эффекты дают незабываемые ощущения. А водный балет – это реальные русалки, которые могут свести с ума любого скептика. До Караганды цирк провел большое гастрольное турне. Мы приехали с новой программой, которая называется «Сказочная лагуна». Я думаю, что карагандинскому зрителю должно быть понравится. Тем более, что мы с гастролей приехали. Это был Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минск, Гомель. Поэтому, я думаю, карагандинскому зрителю тоже понравится. Гастроли мы в Казахстане начинаем именно с города Караганда. В программе московского цирка на воде будет немало неожиданных сюрпризов. Например, силовые акробаты – финалисты российского телевизионного конкурса «Минута славы». Они запросто жонглируют 120-килограммовыми бревнышками. Цирк для того и существует, чтобы удивлять зрителя. Именно это гарантирует цирковая программа «Сказочная лагуна». Напомним, представления начнутся 8 февраля. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Алюминиевые фирмы Алюгал. Редактор субтитров А.Семкин